Третий час в четверг. Как всегда радует нас приходом Михаила Михайловича Ходоренко, военного эксперта, экс-главного редактора, военно-промышленного эксперта и блистательного специалиста по военной тематике, по вопросам тактики, стратегии и военных технологий. Слушатели, вы хотели позитива? Вот сейчас позитив у нас и будет. Михаил Михайлович, вам слово. В этот раз мы поговорим о том, почему с такой легкостью были сокрушены все противники Соединенных Штатов в войнах последних десятилетий. Конечно, понятно, что эти страны обладают несопоставимым военным и военно-экономическим потенциалом. И вопрос заключается не в том, что они были сокрушены, а почему это произошло с такой легкостью. И при этом Соединенные Штаты и их союзники не понесли практически никаких потерь. Вот почему так получается? Вот этот, наверное, вопрос мы поставим. И второй важный момент, о котором мы обязательно должны сказать вначале, это то, что Соединенные Штаты от конфликта к конфликту в формах и способах ведения боевых действий практически не повторяются. То есть, если взять, например, «Бурю пустыни» образца 1991 года, то это один рисунок боевых действий. Если, например, «Леса в пустыне» 1998 год, это уже другой, совершенно другой «Свобода Ираку» 2003 год. То есть, вот такое слово, как «шаблон», видимо, все-таки им совершенно неизвестно. И каждый раз обязательно найдется что-то такое, что, собственно говоря, является неожиданным для военных аналитиков, для военных экспертов. Вплоть до применения новых образцов вооружения и военной техники, новых каких-то способов, приемов. Вот, в частности, например, когда началась операция по сокрушению Ирака в 2003 году, то практически все военные аналитики ожидали, что эта операция начнется с длительной воздушной кампании. Ну, по крайней мере, там, 15-20 суток бомбардировок. Ну, классическая должна была. Ну, вот в том-то и дело, что шаблон, он как-то, значит, не присутствует в действиях командования Соединенных Штатов. И практически с первого дня, с первых часов в действия были введены сухопутные группировки войск. Это оказалось крайне неожиданным для всех, так сказать, наблюдателей. Да и вообще американцы в те годы очень язвительно говорили, что, например, в отношении наших некоторых военачальников, что они даже, например, не смогут квалифицированно откомментировать ход ведения боевых действий. Ну, так практически и произошло. И тут, кстати говоря, сразу надо разделить два момента. Собственно, военную кампанию и что стало после нее. Потому что это две разные вещи. Одно дело, значит, 20-дневная военная кампания образца 2003 года. И второе, это уже действия Соединенных Штатов в поверженном Ираке. Это разные вещи. Ну, я просто ни от кого ничего доброго по этому поводу не слышал. Ни в Ливии, ни в Ираке, ни в одном том, ни, кстати, и в Афганистане по второй, по крайней мере, позиции. Мы все-таки будем говорить о чисто военных вещах, поскольку, значит, они выиграли войну, как иногда принято говорить, но проиграли мир. Поскольку, значит, ничего не было предусмотренного у них, ну, в плане каких-то вот оккупационных действий. Причем никогда. Никогда. Ни в одной войне. Ни сил на это никаких не было, ни задействовано, ни средств, ни плана никакого у них не было. Потому что, например, вот те же самые, значит, немцы, когда они сокрушили Францию в 1040 году, они не стали разгонять французскую полицию. Они не стали там упразднять их силовые структуры, значит, они просто, значит, с ними сотрудничали на какой-то основе, значит. И, кстати говоря, значит, и в 1944 году, когда прогдали немцев, та же самая полиция осталась на своих местах. То есть, вначале они ловили коммунистов, потом начали ловить колорацибайонистов, но все были на своих местах. Папаша Мюллер гонял, как мы знаем, фашистов по 17 мгновению весны, потом пришли фашисты, и он с тем же удовольствием, став руководителем гестапо, начал для них ловить деятелей Вермаркской республики. Вот этим же занималась и французская полиция в период с 1940 по 1944 год. А в Ираке они разогнали буквально все под ноль, все разрубили там на пятаки, и, собственно говоря, страна погрузилась в хаос. Но это не предмет нашего анализа сегодня, мы будем все-таки говорить о чисто военных аспектах. Как так получается, что, собственно говоря, вроде как все эти страны обладали, ну, какими-то вооруженными силами, военно-воздушными, средствами ПВО. У некоторых даже были там зачатки военно-морозкового флота. И с такой легкостью, значит, все это было сокрушено. С чего тут надо начинать? Надо начинать все-таки, что вначале с необычайной тщательностью Соединенными Штатами и их союзниками, ну, если, конечно, такие присутствуют в той или иной операции, проводится разведка предстоящего, так сказать, объекта поражения. Она проводится с необычайной тщательностью, полностью выявляется вся система государственного и военного управления, пункты управления, подземные пункты управления, линии связи, радионаправления, группировки войск. Ну, все вплоть до расположения отдельных образцов вооружений и военной техники. При этом задействуются все средства ведения разведки. И орбитальная группировка Соединенных Штатов, и воздушная разведка, и разведка с помощью беспилотных оператов, и агентурная. И накануне боевых действий начинается проникновение в страну глубинной разведки. То есть, ну, это спецподразделения, значит, которые проникают уже за несколько суток, за несколько часов до начала, собственно говоря, первого массированного удара, и обеспечивают разведданными уже непосредственно действия ударных сил флота, военно-воздушных сил. Короче говоря, значит, к моменту начала конфликта полная картина состояния государства, вооруженных сил у них имеется. И в соответствии с этим, конечно, и планируются первые удары. Цель первого удара – это полностью парализовать государственное военное управление. То есть, чтобы никто не смог отдавать никакие приказы, чтобы никто не смог управлять ни с какого-то пункта управления, какие-то осмысленные распоряжения отдавать. Для этого, в первую очередь, удары наносятся по пунктам управления, узлам связи, линиям связи. И с помощью средств радиоэлектронной борьбы делается невозможным вообще, какое бы то ни было управление. То есть, буквально с первых минут конфликта люди, противоположная сторона, не могут, как говорится, понять, где у них голова, где у них ноги. Затем, вот первое – это парализация государственного и военного управления. Затем из строя выводится система ПВО. Все-таки такая, какая-никакая, все-таки у них была. И вот часто задаются вопросами. А почему, собственно говоря, она не открыла огонь? Почему не поднялись в воздух истребители-перехватчики? Почему? Ну, может, вообще по Ираку у нас была идея о том, что Багдад будет Сталинградом? Да. Для американцев. И ничего. И ничего. Ни один прогноз, опять-таки, не оправдался. Ни один зенитно-ракетный комплекс, ни одна зенитно-ракетная система не открыла, так сказать, огонь. А оставшиеся исправные самолеты почему-то перелетели в Иран. Правильно? Ну, казалось бы, в чем тут дело? Вот на примере системы ПВО. Ну, на пальцах попробуем это разобрать. Потому что любая система противовоздушной обороны, она состоит так, ну, в целом из трех частей. Это первое. Система зенитно-ракетного прикрытия, система истребительно-авиационного прикрытия и система радиоакционной разведки. Вот. Чтобы парализовать работу всех этих звеньев, значит, делается следующее. Американцы очень большие мастера ведения радиоэлектронной борьбы. Я так думаю, что они в этом деле преуспели настолько, что ушли в такой отрыв, что нам еще их догонять и догонять в этом плане. То есть... А у них хорошие технологии, вы имеете в виду? У них и технологии, и средства. И, собственно говоря, чем достигается вот в первые минуты постановка помех. А в частности, вот, например, системе противовоздушной обороны. А помехи ставятся таким образом, такой интенсивности, что они делают невозможным работу практически всех радиоэлектронных средств. Например, возьмем вот систему истребительно-авиационного прикрытия. Дело в том, чтобы вывести истребитель для перехвата того или иного воздушного объекта, ну, во-первых, надо какие-то данные получать от системы радиоакционной разведки. Потом должны функционировать пункты управления, пункты наведения, точнее, истребительной авиации. Поскольку необходимо создавать какое-то определенное поле управления. То есть, если, например, перехватчик поднимается в воздух, то штурманы наведения с тех или иных пунктов наведения подводят его к той или иной цели. И когда уже он подходит на дальность включения радиоакционного прицела и выполнения боевой задачи, он, собственно говоря, производит непосредственно действия по перехвату. В противном случае задача перехвата становится невыполнимой. Ну, как он найдет, ну, в необъятном небе там самолет противника, правильно? Ну, это ж не времена там Великой Отечественной или Первой мировой войны, что типа взлетело и визуально обнаружил. А самолеты современные действуют, ну, например, американские, западноевропейские, например, это от полутора тысяч километров боевой радиус и выше. Обычно две тысячи километров и более наши отечественные истребители первого поколения, ну, немножко поменьше. Но к этому вопросу вот мы еще вернемся. То есть, если поставлены мощные помехи, например, по радиолинии штурманов наведения, средствам разведки радиолокационной, то делает это, в принципе, вообще невозможной задачей перехвата. Далее, такие же мощные помехи ставятся, во-первых, всем средствам разведки, всем зенитно-ракетным системам, что, ну, делает совершенно невозможной работу в эфире. То есть, например, помехи бывают, вот опять-таки, американцы от конфликта к конфликту не повторяются. Помехи бывают, например, слабой интенсивности по мощности, средней, бывают сильной интенсивности. — Милан Михайлович, вот вы сейчас говорите, у меня, смотрите, отключился монитор, и какие-то помехи пошли. Вот удивительное совпадение. — Слабая или сильная интенсивность? — У вас тоже, Евгений Аш, такое дело? — Нет? — Все нормально. — Нет, у меня с помехами все хорошо нет. — Значит, ну, есть еще помехи, так называемые, подавляющие мощности. — Вот, видимо, они, да. — Вот, то есть, американцы ставят помехи такой мощности, что, ну, например, помехи сильной интенсивности, они на экране индикатора видны. Ну, например, там, белая засветка, там, помехи в самых разнообразных видах, значит. — Подавляющие мощности, то экран индикатора черный. И боевые расчеты, вот, зенитно-ракетная система, радикулационные станции могут принять этот экран за то, что, ну, просто какая-то неисправность на станции. Начинают там друг другу говорить, проверь педохранитель, у тебя что-то с питанием, а это помеха подавляющей мощности. А в это время по боковому лепестку уже подлетает противорадикулационная ракета, взрыв. — А что значит по боковому лепестку? — Ну, дело в том, что... — Когда подлетит, узнает. — Ну, понятно, но уже будет поздно. — Ну, дело в том, что обычно любое радиоэлектронное средство, оно формирует какую-то диаграмму направленности, ну, в виде луча какого-то. — Ну, а в связи с тем, что на раскрыве антенны амплитудно-фазовое распределение, оно неоднородно, то получается, ну, действительно, как вот, если изобразить графически диаграмму направленности какого-нибудь электронного средства, то она примерно в виде цветка с одним очень-очень большим лепестком. — Вот это главный лепесток. — А есть боковые и задние. — Так вот, иногда противорадиолокационные ракеты запускаются не по главному лепестку, что иногда легко обнаружить, а, например, по заднему или по боковому. — И в этом случае поражение, значит, электронного средства происходит, ну, расчет даже не видит, что по ним пущена ракета, например. — Вот, то есть вот эти помехи, помехи, они делают невозможным, невозможным всю работу, в общем-то, всего комплекса, как зенитно-ракетных средств, так и радиолокации, так и истребительной авиации. — То есть и управлять невозможно, и ничего не видно, значит, и никак отстроиться нельзя, значит. — И тем более вот эти помехи, они ставятся вот такой мощностью в течение всего конфликта. — То есть работа радиоэлектронных средств вероятного противника становится невозможной. — И поэтому вот, как правило, ни одна зенитная ракета-система, ни один зенитный ракетный комплекс огня по американской авиации не открывает. — Почему? Нет возможности. — Причем они там ставятся на всех частотах, на частотах управления, значит, по радиолинии ракеты, значит, всем, ну, буквально всем станциям. — Всем связным и речевым там станциям, значит. — То есть, ну, как это? Невозможно работать, можно даже так сказать. — Казалось бы, значит, остаются средства, которые, ну, не сильно подвержены помехам. — Это, например, переносные зенитно-ракетные комплексы. Он не подвержен помехам там, поскольку там все визуально определяется и наводится с помощью тепловой головки самонаведения. — Есть, например, зенитная артиллерия малокалиберная. Там тоже можно вести огонь с помощью оптических прицелов. — Есть комплекс, который используют тоже вот телеоптические визиры. Там, значит, тоже, казалось бы, значит, можно не задеть… вот средства помехи там не так актуальны. Но, как правило, вот эти все комплексы, системы, они действуют на высоте примерно, ну, максимум до 5-6 километров. И американцы в этом случае уходят на так называемые безопасные высоты. — А при этом они все равно могут оттуда поражать цели, да? — Да в том нет. Мы сейчас вернемся к вопросам поражения. И они осуществляют бомбардировку вероятного противника с высот 10-11 тысяч метров. То есть ПЗРК не достанет. Никакая малокалиберная зенитная артиллерия не достанет. А комплексы с оптическими визирами не достанут. И плюс еще ко всему удары, как правило, наносятся ночью. То есть, вот, например, 4 часа утра, 5 часов утра, полная темнота. Это особенно, значит, вот в тех районах, где обычно ведутся боевых действия, это уже, как говорится, ближе к тропикам. Вот, полная темнота. И, как правило, бомбардировки ведутся высокоточными боеприпасами. Ну, например, бомбами типа J-DAM. Это обычные бомбы, к которым дополнительно пристраивается, значит, такой комплекс наведения, который включает в себе инерциальную систему наведения и корректировку с помощью GPS. И вот представим себе командира, например, мотопехотного, мотострелкового батальона. Вышел, занял район обороны, ночь, ничего не подозревает. В это время с большой высоты, с 11 тысяч метров, самолет это не слышно, по большому счету. На него падает, например, 5-7 бомб типа J-DAM. А эти бомбы, у которых промах, там 5-7 метров, круговое вероятное отклонение. То есть, одна бомба обязательно упадет, поразит командно-навлюдательный пункт батальона. Вторая пункт боепитания. Третья в минометную батарею. Четвертая там в узел связи, где радиостанции все стоят, этого командира батальона. И вот это в первую ночь. Он там хорошо вышел на новый рубеж во вторую ночь. Ну, если, конечно, остался живой. Снова оборудовал батальоны район обороны. Опять в 4 часа утра, опять 5 бомб, и опять в те же самые чувствительные места. Ну, много так люди выдержат. А если эти бомбардировки осуществляются 20, 30, 50 суток? Вы представляете, вот какое сильное моральное воздействие? Каждую ночь, да еще плюс вот конкретно вот такие чувствительные точки. И ничего невозможно сделать. Вот полностью, значит, происходит просто избиение. Это как, например, у средневековых рыцарей в свое время было любимым видом спорта врубиться в толпу крестьян, ну, при крестьянских войнах там, и налево-направо их рубить мечами, поскольку у крестьян там единственное оружие было. Это коса, которая была, ну, там, наспех распрямлена в ближайшей кузнице. Но вот это примерно такое же избиение продолжается на продолжении недели, двух, трех. Это ведь страшно вот морально угнетает, потому что, во-первых, ты никак не можешь ответить этому. Но мы все-таки должны начать с первых дней удара, поскольку, значит, первые, как правило, первые, там, два-три дня ведения кампании – это самый сильный, самый массированный удар. Как правило, значит, это и авиация, это и крылатые ракеты воздушного базирования, это и крылатые ракеты морского базирования, которые запускаются с подводных лодок, с надводных кораблей. И самое главное, значит, у противника Соединенных Штатов и их союзников, как правило, нет никаких средств, чтобы вот адекватно ответить, хотя бы нанести удар по авианосцам, нанести удар по аэродромам, нанести удар по подводным лодкам, надводным кораблям. Поскольку в этом случае их боевые возможности, ну, должны быть как-то, ведь, сопоставимы с боевыми возможностями противника, правильно? А для того, чтобы нанести, например, удар по авианосной ударной группе, ну, это самостоятельная морская операция. Вот сухопутных операций нет, а морские операции есть. Вот одна из которых включает борьбу с авианосными ударными группами. То есть, опять-таки, чтобы адекватно отвечать Соединенным Штатам в этих условиях, их союзникам, надо все-таки, наверное, иметь армию, ну, которая бы соответствовала по возможностям, по формам, способам ведения боевых действий армии Соединенных Штатов. Но если это не происходит, то начинается избиение. И вот, пожалуйста, Ирак – избиение, Югославия – избиение, Ливия – страшное избиение. И, казалось бы, значит, тут такое иногда, вот, есть такое мнение, что, типа, ну, вот, если бы, например, Муаммар Каддафи закупил там несколько комплектов зенитно-ракетных систем С-300, там, панцирей, то вполне возможно, чтобы он, типа, устоял вот перед мощью Соединенных Штатов, Франции, остальных союзников по НАТО. Понимаете, в чем тут дело? Что, да, зенитная ракетная система С-300 – это очень эффективное средство ведения борьбы с воздушным противником. Но это очень важно, но это всего кирпич в противовоздушной обороне. Очень важно, это, можно сказать, замковый камень. Но, тем не менее, если не будет соответствующих ударных средств, если не будет средств радиоэлектронной борьбы, если не будет космоса, то устоять против такого противника, как Соединенные Штаты и их союзники, ну, практически невозможно. Поэтому не случайно многие военные, вот, эксперты, геополитики говорят, что серьезная военная держава начинается с чего? Ну, во-первых, население, не меньше 300 миллионов населения. Во-вторых, обладание ядерным оружием. В-третьих, обладание космосом. Почему? Потому что, если у тебя нет орбитальной группировки, которая может решать, ну, все насущные задачи ведения боевых действий, то, наверное, вряд ли ты сможешь вести современную войну. И если у тебя нет, например, распоряжения глобальной навигационной системы, то ведь и нет возможности применять высокоточное оружие. Нет возможности вообще управлять боевыми действиями в реальном масштабе времени. Поэтому вот скептики, которые говорят про глонаста, по идее, зря глонаста, это как раз-таки такая система. Это не то, что зря. Это важнейший элемент национальной безопасности. Но если у вас его нет, то с национальной безопасностью все очень грустно. Да. Опять-таки, значит, и не случайно, значит, все страны, которые, ну, претендуют на какие-то центры силы, например, Соединенные Штаты, ну, собственная система глобального позиционирования, Европейский Союз разворачивает свою систему, Китай начинает разворачивать свою, Индия уже начинает говорить о том, что... Почему? Потому что, ну, вот, например, в случае военных действий, правообладатель, ну, те же самые Соединенные Штаты, отключат точность GPS. И все. Там уже сейчас же ошибка какая-то внедрена, да? Нет. Насколько я понимаю, в GPS. Опять-таки, значит, опять-таки, тут еще надо забывать, что в руках Соединенных Штатов не только GPS, как средство воздействия на ту или иную страну. Никогда еще не надо забывать о том, что даже у нас в стране 90-95% всего программного обеспечения, это американское. Но вплоть до системы заказа билетов, авиабилетов и системы сортировки багажа. Ну, я уж не говорю, значит, о картах типа Visa, там, MasterCard. Вот в свое время Сердюков, значит, приложил немало сил со своими соратниками, чтобы разрушить систему финансового обеспечения в вооруженных силах и перевести там всех на эти карты. Но центр-то транзакции находится в Соединенных Штатах. Ну, и опять-таки, чтобы вести вооруженную борьбу, военные действия, надо обладать, ну, определенной степенью независимости. Вот мы сейчас говорили о чисто военных вопросах, но к этим еще надо обязательно добавить вопросы продовольственной безопасности. Ну, я извиняюсь, без харчей-то воевать как-то нельзя. Вопросы, значит, технологической безопасности, вопросы финансовой безопасности. Потому что если вы отважно размахиваете шашками, надуваете щеки, а вот эти вопросы у вас не решены, ну, собственно говоря, наверное, и войны... Волос на глиняных ногах. Да, войны-то, наверное, не получится. Кстати говоря, несмотря на всю могучесть Советского Союза времен товарища Сталина, многие вопросы технологической независимости, технической, у него же тоже были не решены. Вот иногда, когда говорят о том, что, опять-таки, те же самые Соединенные Штаты, но когда были нашим союзником во Второй мировой войне, обычно принято говорить, что они нам и мало помощи оказывали, и не ту помощь оказывали, и не в тех размерах помощь оказывали. И, собственно говоря, вообще у нас иногда вот какую-то содержательную дискуссию или обмен мнениями у нас вести достаточно трудно, поскольку, значит, ну, сразу начинаются крики, сразу начинается размахивание шашками. Ну, вас могут обвинить в том, что вы, ну, пересматриваете стол какие-то, да? Обвинить могут в чём угодно. Нет, значит, я перефразирую Михаила Михайловича Живанецкого, могу сказать только одну фразу. Одно неловкое слово, и ты уже либерал. Да, ну, нам сейчас нужно сделать небольшую паузу на новости. 5-5-3-3-3-е-сти. Я напомню, у нас в гостях военный эксперт Михаил...